Здравствуйте, дорогие коллеги. Добавление к моей прошлой теме пару недель назад были некоторые вопросы, на которые я хотел бы дать вам ответы на эти очень интересные вопросы, которые я получил от доктора Поповича. Я кое-что приготовил и сейчас покажу. И давайте начнем. Я говорил о визуализации молочных желез и о том, как мы делаем это в Германии. И вот дополнительные вопросы по этой теме. Первый вопрос. Какие маммографические проявления не кальцифицированы от DCIS? И так, считаю, мы обнаружили DCIS в случаях с кальцинатами или в случаях ангиогенеза на МРТ. И только несколько кейсов я помню, когда не кальцифицированный DCIS был виден на маммографии. Как видно на примере этого кейса с асимметрией, мы можем сказать, что это не всегда специфично, но тем не менее, если вы видите подобную корреляцию с МРТ, где отчетливо видно процесс ангиогенеза. И в данном случае это оказался распространенный, достаточно обширный DCIS. В другой случае вы видите инвазивный рак на субтракционном изображении единичного среза МРТ. И я бы хотел поговорить об этом DCIS. И здесь есть корреляция с небольшой архитектурной перестройкой, с чем-то подобным. Данные находки DCIS, что мы обнаруживаем на МРТ, и мы можем разложить их, легко коррелируют с маммографическими изображениями, особенно при типе первом. Поэтому легко определить подобные изменения. Но я считаю, большинство случаев, как я уже сказал, с микрокальцинатами или если нет микрокальцинатов, мы можем обнаружить DCIS на МРТ. Если есть кровавые выделения, мы используем дуктографию. И, как вы видите по маммографии, никаких специфических изменений в левой молочной железе мы не видим. Это место соответствует, соотносится с DCIS, но у нас нет шанса определить это по данной маммографии. И по дуктографии мы видим эрозии протоков и небольшие дефекты наполнения, как признак внутри протоковой пролиферации, и в данном случае был обнаружен DCIS высокого грейда. Итак, позвольте продемонстрировать, что было здесь. В данном случае был небольшой DCIS в основании соска. Это увеличенное изображение маммографии, и здесь никаких, никаких изменений, которые могут коррелировать с обнаруженным поражением. Здесь очень маленькое поражение, минимальный DCIS без какой-либо корреляции с УЗИ или маммографией. И я думаю, это делает МРТ выше других, лучше других модальностей. В данном случае вы видите небольшой инвазивный рак и DCIS, как мы называем, обширный внутрипотоковый компонент. Как часто вы сталкиваетесь с сосудистыми аномалиями в груди? Ваше мнение о фреболитах? Итак, большая часть поражений в данной группе – это ПАШ-поражение – псевдоангиоматозная стромальная гиперплазия. Здесь четыре случая представлены, обнаруженные нами на МРТ. Все были доброкачественными. Ни в одном случае не было найдено соответствующих изменений ни на УЗИ, ни на маммографии. У нас был один случай с капиллярной гемангиомой, также визуализируемый только на МРТ, с контрастным усилием. Это МИП-реконструкция и другой случай с кавернозной гемангиомой. Данная гемангиома продемонстрирована макрокальцинатами. Эти все кальцинаты как бы окружают ее. Может быть, это что-то вроде фреболитов в капиллярах образования. Это увеличенное изображение интересующей зоны, и это МРТ, это кальцинированная зона в Т1 взвешенном изображении до контрастного усиления. Вы видите усиленные сосуды в гемангиоме, и это постоперационная биопсия гемангиомы с кальцинатами, и это макропрепарат гемангиомы. Следующий вопрос. Какой ваш опыт с имплант-ассоциированными лимфомами? Мы называем это BI-ALCL, имплант-ассоциированная анапластическая крупноклеточная лимфома. У нас нет личного опыта. Есть только один случай, который мне предоставил коллега, друг, доктор Дабатин Минден. На данных изображениях вы видите Т1 взвешенное, в середине Т2 взвешенное изображение, и не было никаких специфических контрастных усилений. Итак, мы знаем, если есть субкапсулярная серома, возникшая позднее одного года после операции, следует думать о данном диагнозе. И если она прогрессирует, следует выполнить, нам следует выполнить тонкоигольную биопсию для получения жидкости из данной серомы. Ацетологи должны прояснить нам, есть ли клетки лимфомы, CD30 или киназоанопластической лимфомы. Если присутствует дополнительная интракапсулярная пролиферация, это более подозрительно, но не обязательно. И многие описанные случаи только с субкапсулярной серомой. Какой случай был самым сложным в вашей клинической практике? Было очень много сложных случаев, но я покажу только этот. Я покажу маммографию с образованием и большим числом макрокальцинатов в структуре образования. Вы видите соответствующие ультразвуковые изображения с кальцификацией. Вы видите здесь ригидную зону, соответствующую этим кальцинатам. И нашим диагнозом тогда была фиброзирующая кальцинированная фиброденома. Женщине было около 65 лет, и мы выполнили МРТ. Вы видите образование, и нет сигналов от макрокальцинатов, а также не было захвата контрастного вещества. То есть усиление, и наш диагноз был по-прежнему фиброзирующая кальцифицированная фиброденома. Я покажу вам изображение два года спустя. Это было первоначальным, это два года спустя. Образование продолжило рост и стало больше, и появилось намного больше кальцинатов. Вы видите образование в Т1-звешенном изображении на МРТ с кальцинатами. И теперь мы имеем очень сильное контрастное усиление внутри образования. И в результате это оказалась муцинозная карцинома. Вы видите материал после операции. И вы видите островки опухолевых клеток внутри муцинозного матрикса. Это типичная картина муцинозной карциномы. Это действительно тот случай с подвохом. Женщина до сих пор жива, чувствует себя хорошо, но тем не менее, в данном случае может стать причиной бессонницы. Какое ваше мнение о контрастной спектральной маммографии? ЦЕСН также хороша, как МРТ при визуализации протоковой инвазивной карциномы. Итак, я продемонстрирую несколько случаев. Это маммография у женщины с очень высокой плотностью молочных желез. И здесь вы видите участок контрастного усиления. Это был минимальный рак. И абсолютно никаких шансов обнаружить его на маммографии. Следующий пример – пациентка после консервативной терапии. Это метка после операции. И здесь видно небольшой рецидив опухоли кпереди от клипсы. И хоть усиление и не такое сильное, но все же захват контрастного препарата опухолью произошел. Другой случай с высокой плотностью типом 3-4. Возможно, есть небольшая симметрия в ретромомарном пространстве. Но после контрастного усиления в правой молочной железе все нормально. А в левой молочной железе вы можете увидеть небольшой рак. И опять, возвращаясь к маммограммам, нет шансов проспективно заподозрить здесь опухоль. Итак, у нас есть некоторые данные от доктора Фаннберга. Она находилась в Баварии. Сейчас же она в Мюнхене. Вы видите, частота выявления рака по маммографии 66 из 80. И если вы используете контрастное вещество, обнаружите все. И в исследовании средний размер опухоли был 3 сантиметра. Но нам бы хотелось находить опухоли меньшего размера, как я показывал ранее. Какие же преимущества контрастной маммографии? Это улучшенная версия маммографии. Если обратить внимание на исследование, сравнимо с МРТ. И в дополнение есть возможность обнаружить кальцинаты на маммограммах. Хорошая переносимость пациентами. В сравнении с МРТ стоимость не такая высокая, так как используется тот же аппарат для маммографии, лишь с небольшими изменениями. Какие же недостатки? Риск при использовании контрастного препарата. Мы должны предупредить пациентку до введения 120 мл йод-содержащего препарата в сравнении с 5 мл годолиния содержащегося в контрастном препарате при проведении МРТ. Нам следует внимательно отслеживать аллергические реакции, проявление нефропатии. Дозовая нагрузка немного больше, чем при обычной маммографии. Но информативность, как я уже сказал, намного выше. Ход работы. Следует информировать пациента до введения контрастного препарата и необходимо использование инжектора. И также эти вещи отнимают время. И если вы обнаружили что-то при контрастной маммографии, нет возможности взять биопсию под контролем данного метода, так как нет еще соответствующих инструментов. Итак, я покажу, если вам интересно. Если соединить томосинтез с контрастной маммографией, получим инструмент КТ. Мы использовали эту методику. Это конусно-лучевая компьютерная томография молочных желез, разработанная и выпущенная в США. Эта система у нас около года для получения опыта молочной железы, находящейся в гентре. И контрастный препарат будет отличным решением. В данном случае обнаружить очень маленькие опухоли. Вы видите очень плотную грудь. И если ввести контрастное вещество, появляется шанс обнаружить небольшого размера рак, и вы сможете выполнить любую необходимую реконструкцию. Это просто фантастично. Но только при использовании контрастного вещества. Иначе это не намного лучше обычной маммографии. И я думаю, это последний вопрос. Насколько эффективно использование МРТ или маммографии стомосинтезом после УЗИ с категорией Байратс-3? Я так понимаю, вы имеете в виду, что по УЗИ категория выставлена Байратс-3, и насколько информативно будет МРТ или маммография? Или мне стоит выполнить сразу биопсию? Я думаю, ответ – это решение выполнить биопсию под контролем УЗИ. Зависит от того, что обнаружили в каждом индивидуальном случае. Я покажу некоторые случаи. Это УЗИ. Может быть, это опухоль с небольшим дарсальным усилением. Очень подозрительное и, возможно, подходит под категорию Байратс-3. И я думаю, если вы видите такую зону, следует выполнить биопсию, чтобы прояснить ситуацию. Если у вас есть еще и маммограммы, вы обнаружите соответствующие изменения в виде асимметрии. В ретромомарном пространстве намного больше паренхимы в сравнении с левой молочной железой. И, возможно, это инвазивная дольковая карцинома. И так, у нас корреляция двух методов. И нам следует выполнить биопсию, если мы использовали маммографию как дополнительный метод. Если мы выполнили МРТ, увидели зону на Т1-звешенном изображении, что может быть DCIS, а может быть и инвазивной дольковой карциномой. А вот после введения контрастного вещества нет зон патологического накопления. И таким образом, окончательное решение биопсию не проводить, так как очевидно, что это не злокачественное изменение. Другой пример, небольшое поражение, может быть немного подозрительным, и категория по БАРАЦ, возможно, 3. И, соответственно, стоит выполнить биопсию. Если имеются маммограммы, невозможно сказать что-то конкретное, так как структура очень, очень плотная. И если рак без кальцинатов, то мы не сможем обнаружить эту опухоль в левой молочной железе в любом случае. Таким образом, мы должны выполнить биопсию под контролем УЗИ. Что мы видим на Т1 взвешенном изображении по МРТ? Ничего, так как достаточно выраженная плотность паренхимы. После же введения контрастного вещества определяется подозрительное разрастание неправильной формы, и в комбинации с данными ультразвукового исследования мы должны выполнить биопсию. По гистологии это оказалось аденома без признаков злокачественных изменений. Другой пример. Возможно, это какое-то разрастание в груди, овальное, достаточно гомогенное и хорошо определяемым контуром. Заглянем на маммограммы. Это в левой молочной железе. Итак, может это относится к найденным изменениям, я точно не знаю. Выглядит достаточно симметрично с правой молочной железой, но мы точно видим очень-очень подозрительные макрокальцинаты в трех зонах, в этой зоне, в этой зоне, и, пожалуй, в этой тоже видны протоковые кальцинаты и в соотношении с архитектурной перестройкой в этой зоне. Но все эти изменения не коррелируют с тем, что мы выявили на ультразвуковом исследовании. Таким образом, выполнили МРТ, и на Т1-взвешенном изображении мы не можем видеть макрокальцинаты, а на постконтрастных изображениях определяется захват контрастного вещества, и таким образом дифференциальный диагноз фиброаденома или муцинозная карцинома. Таким образом, в данном случае находка по УЗИ должна быть гистологически верифицирована. Окончательный диагноз – муцинозная карцинома. Возвращаясь к маммограммам, все эти зоны – это DCIS, это DCIS, а в центре – аденоз. И это очень интересный случай, так как выявлено три рака с двумя разными гистологическими подтипами. Итак, в следующий случай покажу. Пациентка после консервативной терапии, и это УЗИ-картина в проекции шрама. И я думаю, в данном случае УЗИ нам не очень помог, и поэтому выставим категорию Байрац-3. И, может быть, данная зона выглядит очень похожей на злокачественные изменения. И даже имея маммограммы, мы не можем прояснить точно данное место. Это выглядит или как цирроз, или как шрам. Нет возможности дифференцировать. Мы должны в любом случае использовать МРТ. И вы видите шрам с небольшим жировым некрозом, и никакого накопления контрастного препарата. То есть, это не рецидив, и биопсия в данном случае не нужна. Итак, это все. Я надеюсь, у меня получилось ответить на ваши вопросы. Надеюсь, мы еще увидимся с вами, может быть, в ноябре или в начале следующего года для обсуждения некоторых обучающих кейсов, которые мы обсуждаем с доктором Поповичем. И у нас есть подобные планы. А вам желаю всего хорошего, отличного самочувствия. И говорю до свидания из Геттингена.